Ростов Для нас не стоял вопрос поддерживать этот проект или не поддерживать. Мы сразу за него ухватились, потому что, наверное, известно, что мы достаточно часто поддерживаем различного рода интересные проекты, которые можно там называть в какой-то степени уникальными, которые направлены на молодежь, которые направлены на то, чтобы наш с вами любимый город развивался и мы его все больше любили. И могу сказать, что те результаты, которые мы сегодня получили в рамках участия, поддержки этого проекта, нам очень понравились, потому что мы увидели, что проект не просто какой-то на бумаге, а проект, который действительно показал высокую заинтересованность молодежи в этих проектах. И мы, в общем-то, поняли, что на базе вот такой площадки мы можем с вами получить развитие нашей молодежи и реализацию их проекта. Потому что, ну, не секрет, да, что когда молодой человек попадает в пучину жизни, ему нужно помочь, и результаты его первых каких-то шагов на такой, на этапе взрослой жизни, они... Это будет такой залог на будущее. Поэтому мы с большим удовольствием поддерживаем, более того, мы поддерживаем еще... Готовы поддерживать даже участников проекта, в том числе предлагая работу в компании «Мегафон». У нас есть такая возможность, и есть возможность и попрактиковаться, в том числе. Это замечательная тема, и вот эти проекты... Хотелось бы, чтобы они дальше не просто там легли в основу некой номинации или результатов конкурса, а главное, чтобы они перешли в стадию постоянной реализации, скажем так. Потому что именно такие вещи, они в итоге рождают наше новое поколение, которое изменяет будущее и в нем активно участвует. Не просто мы смотрим с вами телевизор и получаем какую-то информацию, как нам все довести, да, на сегодняшний день, а на самом деле участвуем во всех этих проектах. Мало кто из вас знает о том, что перед тем, как начать этот проект, было проведено достаточно большое социологическое исследование, которое называется «Гражданская активность, волонтерская деятельность и молодежные организации глазами студентов города Ростова-на-Дону», которые, на самом деле, результаты этого исследования легли в основу проекта. И первое, что хочется отметить, как оказалось, что молодежь, которая сегодня в большей части здесь присутствует, оказывается, характеризуется сегодня средним уровнем в своей политической активностях. Но в то же время очень активно хочет принимать участие в волонтерской деятельности. Но в общественной жизни проводят свое время эпизодически и время от времени просто готовы принимать в волонтерских мероприятиях. А если говорить конкретней, максимум, на что способна сегодняшняя молодежь, это принять участие в субботнике, который кем-то или когда-то организован, и на этом завершить свою волонтерскую деятельность. Очень интересные факты по поводу того, как проводит досуг нынешняя молодежь. Есть ли какие-то, может быть, у вас идеи? Какой доминирующий фактор для молодежи проведения досуга? Браво! Вы, наверное, принимали участие в вопросе. Да, на самом деле, наиболее популярным ответом на вопрос, как я провожу досуг, являлся ответ, сижу в интернете и общаюсь с друзьями в социальных сетях. А на вопрос, почему же интернет-пространство замещает традиционные формы общения, проведения досуга, был, на самом деле, очень интересный и интригующий ответ. Потому что там я себя чувствую по-настоящему свободным, там никто не может мне ничего запретить. И 100% респондентов сказали о том, что они чувствуют дискомфорт, если вдруг интернет у них отключат. То есть, насколько мы стали зависимыми от этого феномена. Это фобия, получается. А на самом деле, вот у меня даже есть пометка, что 17% не то, что будут чувствовать дискомфортно, а для них это критическое состояние. Но приятно, что при всем при этом, при всей такой зависимости, нынешняя молодежь осознает, что интернет имеет и негативные свойства, в том числе способствует падению морали, нравственности, способствует трансляции западных и американских ценностей, забирает все больше и больше свободного времени и замораживает культурное развитие. Что позволяет сделать вывод о том, что если люди, по крайней мере, еще отдают себе отчет в том, что это не совсем хорошо, это говорит о том, что у нас есть позитивный тренд. Интересно посмотреть, что будет в следующем году. И следующий, если говорить о досуге, как проводит молодежь, то следующие популярности были ответы. Это, как ни странно, это живое общение с друзьями. Дальше это прослушивание музыки. Вот очень интересный ответ. Просто отдых. Это, видимо, люди садятся и просто отдыхают. И просто отдыхают. Ну вот мы видели, да, сегодня один из, видимо, вариантов этого простого отдыха. Вот. Далее чтение книг, работа по дому. Как один из вид проведения досуга. Я, конечно, не хотел бы посмотреть отдельно на эту группу людей, которые ответили. Что это отличный досуг для них. Золушки. Это поколение золушек, наверное. Дальше телевизор и видео. И вот, как ни странно, одним из предпоследних – это кафе, бары и рестораны. И самое последнее – спортклубы, секции тренировки. Так что, не знаю, насколько кафе, бары и рестораны, почему попали так низко. Но вот удручает, что спортклубы, секции тренировки оказываются одними из последних. Ну, мы еще и активно участвовали в части предоставления доступа в глобальную сеть интернет. У нас есть замечательный продукт, который мы сейчас активно продвигаем. Это наша новая сеть четвертого поколения. 4G+, мы ее называем. И, наверное, даже уверен в том, что она показала свои результаты для участников. В части того, что наши ребята получили возможность доступа в интернет на очень высоких скоростях. Не секрет, что эти скорости 5-7 раз выше наших традиционных сетей, которые мы привыкли пользоваться. Значок 3G у многих горит на телефоне. Надеюсь, уже у кого-то горит LTE. И, надеюсь, все больше и больше таких абонентов у нас становится. В связи с этим, естественно, интерес был в том числе и для этого. Для того, чтобы наша молодежь увидела новые возможности. Эти возможности теперь еще и с интернетом мобильным, который, как Алексей правильно сказал, все больше и больше проникает в наше сознание. Хотел бы пожелать участникам, победителям, и в том числе и не победителям даже, а тем, кто поучаствовал и считает, что их проект на самом деле достоин реализации, я вот желаю реализации. Потому что наверняка большинство этих проектов достойно того, чтобы жители города, а может быть и не города, почувствовали эффект от них и начали как-то у них тоже участвовать. Уже совсем скоро финал проекта. Какая команда станет лучшей по версии зрителей, а какую выше всех поставит жюри, станет известно уже 9 декабря в 20.20 на телеканале Ростов на ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова